привет друзья на моем канале сегодня у нас посылочка и так давайте распакуем и посмотрим что сегодня приехала в капсулу времени что-то опять интересное какие-то вещи выбрали меня для того чтобы я вам рассказал о них папа и так что же нам сегодня приехала и как это связано с интересными историями нам приехали конверты вот такие разные конверты интересно что-то внутри где-то еще есть должно быть должно быть глянем нет значит здесь есть еще внутри и так друзья что же нам приехала сегодня мне приехали три конверта и несколько марочек ну давайте наверное так все положено будем разбираться потихонечку и так приехал вот такой конверт это конверт посвященные истории города николаева это первый корабль который был спущен с николаевских стапелей это фрегат святой николай вот город наш назван честь святого николая покровителя моряков и первый корабль который был спущен николаеве тоже имел его имя носил вот еще пришли марочки из этой же серии это судостроение марочки и здесь тоже корабли которые имеют отношения городу николаеву которые были здесь построены и здесь хотелось бы вам показать еще пару конвертов один конверт вот такой на нем нарисован анатолий ганькевич это директор черноморского судостроительного завода который расположен городе николаеве и это авианосец я так вижу тяжелый авианесущий крейсер скорее всего это киев который был построен при нем это был первый директор при котором строился вот авианесущий крейсер и что интересно что это тоже был николаевец выходец из города николаева назначен директором корабль был заложен городе николаеве в 1970 году а после того как советский союз распался он достался российской федерации тяжелый авианесущий крейсер киев и российская федерация в 1993 году продала этот крейсер за 1 и 6 миллиона долларов в этом же 1993 году крейсер был перепродан не установленными лицами которому которым продала российской федерации крейсер но уже за 8 и 6 миллиона долларов китайской компании которая из него сделала на развлекательный ахвата акцион он и сейчас находится в китае стоит как такой центр развлечений на него водят туристов по моему билет стоит в районе 30 евро кто знает напишите мне пожалуйста в комментариях вот этот авианесущий крейсер был построен у нас на черноморском судостроительном заводе интересно что этот завод а точнее это было изначально целых два завода и вот первый завод который стал позже черноморским судостроительным заводом городе николаеве строили бельгийцы это была бельгийская компания которая заложила просто на берегу южного буга абсолютно новый завод построила его и начала выпускать различную продукцию и вот здесь мне тоже пришла марочка это не николаевской постройки паровоз и тепловоз но тем не менее на черноморском судостроительном заводе в николаеве строились паровозы строились вагоны железнодорожные железнодорожные краны цистерны строились мосты когда это была бельгийская компания после революции девятьсот семнадцатого года завод был национализирован какое-то время даже не работал позже начал строить военные корабли ну и кое-как жил работал до второй мировой войны после освобождения николаева 1944 году опять начал восстанавливаться потому что был полностью разрушен фашистскими оккупантами и вот после развала советского союза завод перешел в руки был приватизирован сначала двум братьям из россии братья чуркины такие были которые начали разваливать завод по полной все вырезали металл позже украина этот завод отобрала у них вернула государству и на повторных торгах этот завод купил но олигарх и выходец из российской федерации господин новинский который сейчас находится под санкциями которого сейчас ну лишают всех его доходов и всей недвижимости и вот видите такой конвертик в честь столетия черноморского судостроительного завода завод дошел до столетнего юбилея перешагнул его но к сожалению сейчас этот завод признан банкротом его те остатки которые находятся видимо еще через какие-то компании в собственности господина новинского в общем то по сути это руины сейчас их сейчас наверно как-то вернут все-таки хотя бы землю нашему государству и наверно там все-таки начнет восстанавливаться либо судостроение либо кораблестроения либо хотя бы будет построен порт и хоть какое-то движение на этой территории начнется но вот на сегодня такая небольшая у меня история ну чё ж друзей с вас вподобай к смена наступное видео вам подписывайтесь на мой канал еще вы еще чего не зробили до новых зустречей до новых историй пока пока друзья